Сегодня у нас игра на телефоне. Интересно, игра Грэнни очень популярна. Но кто она такая? Сегодня разберемся. Кто такая Грэнни? Это бабуся, которая убивает людей. Но зачем она это делает? Наверное, для того, чтобы поиграть с жертвой и дать ему 5 дней. Если он сбегает, то он выигрывает. А если он проигрывает, то он получает одну из пяти концовок смерти. Некий квест не заметили? Хорошо, зачем она это делает, разобрались. Но кто она по жизни? Все выдумали, что Грэнни бабушка Слендерины. Но нет, это не так. Это учитель-маньяк, который убил всех учеников. Даже Слендерину. Почему я так понял? А потому, что в игре Слендерины мы находим картину со всеми учениками и учителями. Но загвоздка в том, что все ученики перечеркнуты, кроме учителя. Это и есть Грэнни. Не верите? Тогда почему она хранит у себя труп бабушки Слендерины? Да, вы не послышались. Труп бабушки Слендерины. Откуда у нее Мишка Слендерины? Да, вы мне скажете, ведь Грэнни это же бабушка Слендерины. Нет, она хранит его как трофей. Хотите историю? Когда Слендерина пришла к бабушке и пожал, что ее обижают учителя, она дала ей Мишку, как оберег. Теперь поняли? Мне кажется, разработчик хотел вам донести, что Грэнни не та, за кого себя принимает. С этим тоже разобрались. Теперь, кто такой Грэнт Па? Как это ни странно, это муж Грэнни. Это семейка серийных, которые убивают людей. А Грэнт Па ничего толком неизвестно. Хорошо, почему тогда Грэнни не умирает? Она пьет кровь на Сферату, мужа Слендерины. Он вампир. Поняли? Грэнни пьет кровь вампира, чтобы стать бессмертной. Надеюсь, понятно. И напоследок, почему в третьей части главный герой сам идет в дом Грэнни. Субтитры создавал DimaTorzok Это сон главного героя. Он решил избавиться от своего кошмара. На этом я могу закончить свою историю. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Лев. Пока.